Друзья, вот такой у меня на обзоре фонарь, давно хотел взять, но жаба дышила, 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 но потом решил себе подарок сделать. Короче, у него, видите, вот такие вот преимущества на 90 градусов крутятся, это башка его, магнитное основание, можно примагничивать к поверхностям. И также, видите, бонус Headband, то есть можно его подключать и носить типа на голове. Также здесь разные, как это сказать, господи боже, Mod Switch, разные моды освещения. В общем, штука интересная. Единственный минус, дороговатый, как по мне, но ничего не поделаешь. Оставляется в такой вот коробочке красивой, его как раз хорошо дарить. Так, мы его зелькаем, достаем. В общем, все красиво. Здесь у нас, видим, да, это просто вот то, что на голову там одевается. Ерундаю на это. А, еще шнурок, пока сейчас увидим. Это шнурок для фонаря. Все. Короче, это неинтересно. Здесь в коробке инструкция. Аккуратно все расписано на украинском мове. Дальше. Сам фонарь. Поставляется он с аккумулятором от Видекс. В принципе, фирма довольно известная, китайская. Ну, что можно сказать, неплохая. Неплохая фирма. Короче, так, вот эта вот штука. Вы поняли, да? USB шнурок, Type-C стандартный, уже стандартный. Аккумулятор на 2200. Я тут померил литокалы 500-й. 90-й у меня. На FastMod. Вот видите, такой литокалы 500-я. И на FastTest, короче, проверил аккумуляторы. Сейчас покажу, сколько я тут уже написал. Они заявляют как 2200. По факту 2391. Ну, это очень хорошо. Очень хорошо. 2391. Я вот буквально вчера тест сделал. Так, и так нашим баранам. В общем, сам фонарь. Я уже туда заправил хорошую батарейку. Ну, то есть, лучше, чем эта. Какую-то там, кстати, литокаловскую, типа от Sony покажу. Вот, смотрите, такой фонарь. Очень красиво выглядит. Шикарно. Вот эта вот штука крутится. Прям симпотно ставится на магнитное основание. Магнит не очень сильный. Клипса здесь. Зарядка. Type-C. Вот. Сам диод довольно яркий. Смазочка такая вот прорезиненная. Аккумулятор я взял хороший. Вместо него. Ну, вот это вот. На фонаре как-то там подороже, как-то не знаю. Ну, хотя и так не дешевый. Вот эта центральная, она выфрезерована. Есть у меня там такой фонарь. Вот такой у меня. Литокала. 3320 здесь я намерил. Modern JAPA. Ну, короче, это типа как от Sony, что ли, аккумулятор. Ну, аккумулятор хороший. В общем, поставим его обратно. Что здесь есть из фишек? При нажатии на клавишу мы нажимаем один раз. Видите? Зеленый. Нам показывает уровень заряда. То есть, если он там моргает или желтым, красным, то это показывает уровень заряда. Вот. Сейчас я притушу свет немножечко. При длительном нажатии, там, пару секунд, жмем. Видите? Очень яркий свет. Это максимальный. Максимальный свет. Свет. Видите? Горит зеленым. Сейчас я. Это слабый. Сильнее. Еще сильнее. Еще. Это максимальный. Можно нажать два раза. Как-то там я нажимал. Секундочку. О! Вот так. Два раза нажал. И вот жмешь и держишь. И все. И можно посылать, так сказать. Но, опять же, помощь и сигнала якобы. Но, к сожалению, надо держать поставленную кнопку. Вот. Что такое вот. Интересный фонарь. Очень интересный. Дорогучий. Ну, в принципе, я могу сказать так. Он стоит того. И денег, сколько он стоит. Фонарь действительно интересный. Тяжеленький. Вес. Вместе с этим. Сейчас посмотрю. Какой вес у него. Вместе с аккумулятором. Это он тяжелый. Не знаю. Грамм 200. Вместе с аккумулятором. Сейчас мы его взвесим. Немножко. Увидим, сколько уже он там весит у нас. Итак, друзья. Сколько что весишь. 139 грамм. Вес 139 грамм. 138,99. Ну, нельзя сказать, что это легкий фонарь. Хотя тут, опять же, все зависит от форм-фактора. Если у меня, как у любого мужичины-маньяка, любителя ножей и фонарей, разные есть фонарики. Есть также у меня такой. Этот весит у меня сколько? 164 грамм. Он просто здоровый. Тоже хороший фонарь. Но у него здесь регулируется этот фокус. Вот как-то так. Заказывал на проме. В принципе, могу ссылку добавить. Посмотрите, что за фонарь. Продавец такой чемный. Отправил довольно быстро. В общем, я доволен. Сначала я подумал, что он не рабочий фонарик. Потому что я нажал раз на клавишу, на кнопку, она не заработала. Оказалось, что просто длительно сжать и все, она будет работать. Да, действительно, когда излучает, долго горит, очень сильно дает тепло. Очень греет. Реально. Ну, почему не греть. Вот как-то так. То есть, собрано довольно хорошо. Качественно. В общем, кто хочет, может брать. Рекомендую. Все. Всем добра и добра. Слава Украине. И до побачи. Рекомендую. Рекомендую.